Я очень рада приветствовать сторонников прямого посева на Ставропольской земле. И хочу сказать несколько слов по вопросу особенностей выращивания почвопокровных культур в южных регионах. Что такое промежуточные почвопокровные культуры, я думаю, что все присутствующие здесь наверняка знают, поэтому останавливаться на теории не буду. Но это тот момент, к которому мы всегда подходим, когда уже глубоко направили свою деятельность в сторону прямого посева. Кстати, фотография, вот здесь изображен старший из семьи Новохадских, это Ставропольский край. Вот здесь посеяно 2,8 килограмма почвопокровных культур с сейлкой. И выросла вот эта все красота буквально за полтора месяца. Цель моего приезда к вам, это каждому из вас, кто вплотную подошел к теме почвопокровных культур, помочь подобрать, какие конкретно культуры необходимы для вашего севооборота, для вашей смеси, и рассчитать нормы высева. То есть у вас действительно есть такая возможность, подходите, и я вам помогу решить эту задачу. И когда мы начинаем работать, первый вопрос, от чего мы отталкиваемся, это ваш севооборот, существующий севооборот. Те коммерческие культуры, которые вы уже с течением времени выбрали для себя, и с ними работаете, они вам составляют экономию предприятия. Так вот, почвопокровные культуры — это способ, шанс вам разнообразить ваш севооборот. Поэтому те культуры, которые находятся в севообороте, особенно если вы выращиваете лен, подсолнечник, рапс, вы эти культуры в смесь не включаете. Единственные культуры, которые можно оставить, если вы их выращиваете в севообороте, — это кукуруза и соя. Следующий вопрос, мы выбираем звено севооборота, где можно высевать, или где оптимальный вариант высева почвопокровных культур. Иногда, когда мы понимаем ценность, важность, необходимость этих посевов в севообороте, мы кидаемся в крайность. А давайте посеем на всех полях. На самом деле этого делать не нужно. Если у вас правильный севооборот, где примерно 50% культур — это зерновые, вот сеять нужно после зерновых, которые освобождают нам в июне, в июле месяцы поля, и под те культуры, которые заходят с посевом на весну. Если у вас после пшеницы запланирован посев озимого рапса, озимого рыжика, или зимующего гороха, или кориандра, то вы не сеете почвопокровные культуры. Следующий момент — это способ посева. Нам нужно определиться, какие у нас есть инструменты, чем мы можем посеять. Если у вас есть возможность, ну, даже так, наверное, скажу. С 2016 года, 2016, когда только я начала заниматься почвопокровными культурами, я считала единственным способом, это тот, который здесь третьим изображен, способ селкой сразу после уборки. Этот способ имеет плюсы в том, что мы можем высевать различные семена разной крупности, мы можем решать различные задачи, но есть большой минус. 50 на 50 мы получаем сходы, это в лучшем случае. А если мы чуть запоздали с посевом, то есть не в день уборки провели посев, то через два дня при такой температуре уже нет смысла вообще всеваться, тратиться семенами, потому что сходов вы не получите. На этом мы обжигались, и на сегодня этот способ становится вот на самую крайнюю позицию, потому что мы понимаем, сегодня уже тоже отработаны в некоторых хозяйствах южных регионов способы, первое это разбрасыватель, разбрасывание с помощью разбрасывателя удобрений, или же беспилотники. Беспилотники, понятно, не во всех регионах могут иметь возможность работать, но разбрасыватель это вполне реальная история. Особенность то, что мы применяем, тогда используем семена только мелких, ну мелкие семена, и разбрасываем их за 10-14 дней до уборки, до уборки пшеницы, до уборки очменя. И если я вам задам вопрос, у кого в уборку не проходят осадки? Вот как правило в южных регионах это всегда проблема, мы начинаем убирать, и нам дожди мешают. И вот нам нужно, чтобы все эти осадки были использованы во благо для нашей почвы. И как раз таки вот этот способ нам помогает. Здесь очень большое преимущество, во-первых, по времени, то есть еще пока есть теневая или остаточная влага во время уборки, если она есть, то эта влага ухватывается мелкими семенами, семена прорастают и опережают сорняки. Если... Ой, сейчас все завалится. Ой-ой-ой. Если даже они пролежат у вас и взойдут только после уборки, одновременно с сорняками, у культурных растений всегда есть преимущество, их семена крупнее, энергия прорастания у них... энергии больше, чем у сорняков. Поэтому этот способ имеет ряд преимуществ. И затем, даже если на поверхности они лежат, еще не всходят, то во время уборки, когда прошел комбайн, какая-то пыль, какая-то полова, и просто ходовая часть уборочной техники, она делает свое дело. Действительно, на сегодня я вижу наиболее перспективная возможность сейчас это разбросать до уборки. Это молочно-восковая спелость у пшеницы. Когда уже влага не потребляется, когда мы просто ждем, когда подсохнет зерно, и в это же время подсыхает почва. И вот эту влагу мы можем использовать, если просто разбросаем на поверхность мелкосемянной культуры, которые способны сходить с поверхности почвы. То есть... А сорняки? Нет, я тоже была уверена, что с сорняками беда. Но сорняки, пока не оголится поле, пока мы не дадим вот этот жизненно важный фактор, свет этому полю, не взойдут сорняки. Так они уже там, они уже там, в амброзе, это никуда не делается. Вот есть ли вариант, и у вас действительно такая влажная погода была на тот момент, что пошла вторая волна сорняков, что мы делаем? Вот почему я сказала разбрасыватель? Можно уже включать, да? Хороший вопрос про сорняки. Если сорняки уже есть в посеве пшеницы, тогда мы по колее опрыскивателя проходим сначала, опрыскиваем эти сорняки, ну, раундапом, или же мы работаем, диссикацию проводим. И затем мы разбрасываем по этой же колее, где прошел опрыскиватель, разбрасываем семена почвопокровных культур. Еще вопрос. 5 килограмм как разграсывается? Если у вас нет возможности, но 5 килограмм это вообще в идеале, если для беспилотника. Вот ребята и 3, и 2 разбрасывают. Разбрасывайте, не полетите. Смотрите, если технически не получается, вы можете догрузить эту смесь овсом. Ну, пусть не песком, но овсом. Который взойдет, не взойдет, еще такой вопрос. Но нам нужно, чтобы вот эта основная, ну, там дальше будут у меня примеры смесей, которые вы можете тоже взять себе на заметку, на карандаш или просто сфотографировать. Второй способ посева, это во время уборки, это когда специальная приспособа, знаете, такая селочка, которая, она тоже просто выкладывает, она не вбуравливает, не помещает, не размещает семена в почву, она просто оставляет на поверхности. Но это момент уборки. На втором месте этот способ, только потому, что на момент уборки, пока мы ждем, когда подсохнет зерно, у нас сухо уже в поле. Идем дальше. Второй способ... Что-то у меня не срабатывает. Куда нажимать? Второй способ, вот он изображен на средней фотографии, что-то он вообще мне не... Посмотрите, пожалуйста. На средней фотографии, это Борис Бащев напротив своего... Выключила. Напротив своего комбайна, где вот есть такое приспособление, которое на ширину захвата жадки разбрасывает семена прямо на поверхности. Четвертый пункт, это сроки посева. Они тесно связаны со способом и связаны с регионом. В южных регионах мы можем использовать как все способы, так и сеять в разные сроки. Сегодня вот буквально в калуарах мы говорили о том, что если вот сейчас сухая погода, вы приходите с посевом и вы понимаете, что сухо, нет смысла сеять, нужно ждать. Это возможно в южных регионах. В северных регионах только до посева или во время посева. Там из-за короткого вегетационного периода ждать или после посева уже нет смысла. Итак, если у вас первые два способа вам неприемлемы, у вас остается все-таки классический, тот, который мы начинали еще 8 лет назад, сеять, вы можете только с помощью селки, то тут нюансы, которые мы видим и в этом году, и они практически каждый год в разных регионах южной зоны страны у нас возникают. Что это? Глубина посева 4 сантиметра. И если влага есть, вот та теневая, остаточная во время уборки, что я говорила, мы можем сеять, мы можем ухватить эту влагу и посеять сразу же в день уборки. Если же влаги этой уже нет, то не нужно сеять сейчас, потому что высокие температуры, даже бывает дождь прошел, но настолько высокие температуры, влага не сомкнулась, ее мало, недостаточно быстро этот верхний слой пересыхает. Что тогда мы делаем? Мы тогда ждем до конца августа, середины сентября месяца, для того, чтобы посеять почву покровной культуры. Да, если мы применяем разбрасывание, то мы уходим от глифосатной обработки. Здесь же, если мы тянем до августа, то наверняка нам уже придется поле сначала очистить от сорняков, потом севаем с селкой, как положено. Но снижение температуры, которое наблюдается в августе месяце, плюс еще ночные температуры, они еще ниже, чем днем. Эти перепады, они создают определенные условия для формирования такого явления, как роса, и снова мелкосемянные культуры всходят в первую очередь, потом подтягиваются и крупносемянные. И этих пару месяцев, которые остаются нам с конца августа до ноября, когда наступают первые заморозки, вполне достаточно. И за это время мы не увидим семян на наших почвопокровных культурах. Осемнений не будет. Вот хочу показать поле. Это Ростовская область. Норма высева 11 килограмм. Посев в августе месяце. Казалось бы, я только что озвучила это, что не так? Проблема здесь, ошибка. Глубина посева 6 сантиметров. 11 килограмм. Мне, ребята, это вот через месяц, через три недели состояние. Вот это состояние, две фотографии нижние. Это середина октября, когда первый заморозок, там даже есть иней, видно. Первый заморозок ударил, все, развились эти растения. Что произошло? Мне ребята звонят, говорят, Ольга Леонидовна, нужно увеличить норму высева. Я говорю, нет, ребята, нужно просто отрегулировать посев, глубину посева. В прошлом году было влажно, проходили осадки, но вот эта глубина 6 сантиметров, она не позволила взойти мелкосемянным культурам. Вот эти крупносемянные, которые вы видите, здесь кукуруза, нут, горох, они взошли, но их было всего 20 процентов от общего количества смеси. И расчет был сделан именно на мелкие семена, потому что и меньше нужна влаги, они быстрее ухватятся, они там более засухоустойчивые, также суданская трава, но у них не было шансов зайти, потому что глубоко был произведен посев. Следующая фотография, Челябинская область, обычно 200 миллиметров осадков, это тоже прошлый год, норма высева 9,3 килограмма, еще меньше. Посмотрите, какая масса, это песчаные почвы, я чуть позже еще тоже расскажу, какую смесь здесь использовали, там 11 и не получилось, здесь 9 и получилось, просто из-за того, что посеяли правильно. И фотографию мне могла не привести Мокрикова Григория о том, что как бы не казалось, что у нас слабые посевы, как бы не казалось, что они недостаточно мощные, как мы хотим, в идеале видеть картинку, но на самом деле это очень большой положительный момент для наших почв. здесь работает микробиота, здесь снижается температура минимум на 10 градусов вот на поверхности почвы в сравнении с вот этим участком, где нет этой зелени, где нет этого покрова. Не считая того, что идет, происходит, да, это забирает влагу, поэтому нельзя сеять озимую пшеницу после таких посевов. Я проговорила об этом в самом начале выступления. Ростовская область 11 килограмм, посев селкой конец июня. Следующая фотография рядом, Краснодарский край, Тимошевский район, разбрасывание за две недели до уборки. Это все в 23-й год, это фотография. Здесь 8,5 килограмм. Разбрасывание провел Иван Николаевич Худалей, у него была готовая смесь, то есть здесь были и крупносемянные культуры, типа кукурузы, но тем не менее все получилось, в этом году он снова повторяет этот же опыт и я думаю он с ним поделится результатами. Как мы составляем, как мы подбираем культуры? По нашей методике у нас есть четыре группы, которые необходимо включать в смеси. Это группа, где входят культуры семейства злаковые, бобовые, крестоцветные и другие широколистные. Они есть холодостойкие, точно эти же группы попадают в теплолюбивые. Нет здесь четвертой, это крестоцветные, потому что у крестоцветных они все холодостойкие, теплолюбивых среди крестоцветных нет. Поэтому даже выбирая по одной культуре из этого списка, а из крестоцветных две, мы сразу получаем смесь из восьми культур, полноценную обогащенную. Здесь приведены различные функциональные свойства и то, ради чего мы выращиваем эти почвопокровные культуры, которыми увеличивая долю той или иной культуры, того или иного семейства, мы регулируем цели. То есть пятый пункт, это цели, которые нам необходимы, как мы видим, нам необходимо решить на конкретном поле. Также мы помним, что на засоленых почвах хорошо произрастают подсолнечник и сорговый, я не беру многолетний доник, двухлетний и люцерну, на кислых почвах хорошо растут люпин и рожь, на меловых отложениях крестоцветные, подсолнечник и сорговые. Еще раз проговариваем, что смесь должна быть из 8 или 12 культур, то есть мы берем по 2 или 3 культуры из каждой группы. Для чего это нужно? Для того, чтобы, имея различную архитектонику наших растений, мы получили схематически вот примерно такое состояние, как в естественных лугах. это дает нам разноярусность вегетативной части и дает различное развитие корневой системы на разную глубину. С этой разной глубины корневая система потребляет разное количество влаги и различные элементы питания разное количество и с разной глубины. лугах. Вот здесь тогда они не мешают друг другу. Я не говорю о том, что они помогают друг другу, но по крайней мере они не мешают друг другу. Это Челябинская область, я сказала, что покажу какая была смесь у них. Смесь 9,3 килограмма, 257 рублей стоили семена. Они еще добавили свою расторопшу, у них была и сеяла селка амичка, песчаные почвы, и вы видели, какая масса получилась. Я недавно, месяц назад примерно считала для Сергея Каргалева с вашего региона вот такую смесь. У него севооборот, я его привожу специально, где есть лен, есть горчица, есть подсолнечник. Эти культуры и даже горох не приведены в этой смеси. Я считаю, для тех, кто не хочет заморачиваться, но все-таки хочет немножко испытать у себя на полях вот эти смеси, вот это оптимальная смесь для того, чтобы, ну если у вас похожий севооборот, которая не навредит вашим полям, которая поработает, и смотрите, норма высева 5 килограмм, мы здесь планируем для беспилотника, ну а там как получится, но разбрасывать он будет до уборки основных зерновых культур. Смеси однозначно, почему смеси, потому что если у вас складываются неблагоприятные условия для какой-то одной культуры или не всходит какая-то культура, то если у вас смесь многокомпонентная и даже одна, две, три культуры не взошли, остальные все равно взойдут. Как смешивать смеси? Это спасибо фотографии Андрея Егорыча Величко, вот так в Ставропольском крае просто на таку смешиваются вот такими пирогами, потом все собирается. Какие основные правила? Кроме того, что 8-12 культур и низкая норма высева, чтобы не создавать конкуренцию и чтобы это не сильно ударило по экономике предприятия, семена мы не протравливаем и семена и сеем мы без удобрений. Если кто-то вам говорит, что нужно сеять почвопокровную культуру с удобрениями, не слушайте этого человека. Это, если вы вошли в историю с удобрениями или со стимуляторами роста, с ними нужно работать на коммерческой культуре, на той культуре, на которой вы увидите обдачу, которая вам покажет экономический эффект. Работа почвопокровных культур даже при незначительной росте вегетативной массы это все-таки корневая система. И работа почвопокровных культур это разогнать почвенную биоту, не дать ей как минимум впасть в фанабиоз, остановиться, чтобы жизнь не остановилась в почве, а она продолжалась и именно происходили процессы гумусообразования, почвообразования. И хотела очень привести сегодня вот эту таблицу для тех, кто очень любит удобрения. Мы понимаем это таблица из учебника агрохимии по виноградову о том, какое же среднее содержание элементов питания у нас находится в растении, то есть что они потребляют и что они оставляют после себя. И вот когда мы думаем, что поработав с азотом, фосфором и калием мы сделали все, ну там ладно, мы еще серу добавили, кто-то бор, кто-то там цинк, ну как бы и все, здесь 38 элементов. И когда мы выращиваем почву покровной культуры, почему мы имеем такую хорошую отдачу, после них мы видим повышение урожайности последующей культуры, потому что все эти 38 элементов, которые накоплены были в результате фотосинтеза, они остались на поле и они в доступном органическом соединении все идут на питание следующей культуры. И снова еще 5 копеек в пользу многокомпонентных смесей, то что урожайность 1, 2 и 3 компонентных смесей, вот она невысокая и как только начинается 5, 10, 15, 20 культур, урожайность увеличивается в 2 раза. Даже при одинаковом содержании элементов питания, процентном содержании, чем выше урожайность, тем больше элементов мы накопили. я закончила, все, всем большое спасибо за внимание, если у кого есть вопросы, готовы ответить. Всегда опыты это дешевле, чем работать по шаблону. Я подбираю, вот по нашей методике мы подбираем только яровые культуры, которые останавливаются заморозками. Я просто думаю сейчас какую книгу вам привезти, чтобы полистать, почитать. Значит, наши сорняки, ну, как правило, в 20 раз больше забирают влаги и в 20 раз больше забирают элементов питания, чем культурные растения. Если вы, не считая того, что остается токсичный эффект, то есть идет интоксикация почвы, мы ее просто, ну, отравляем. Вы после амброзии пробовали что-нибудь сеять? Вот вы ее убили в этом году, но она была уже в фазе, когда уже вот-вот осеменялась. На следующий год вы на этом месте можете еще ничего не получить. Спасибо, Ольга Леонидовна. Двигаемся дальше. Позвольте предоставить слово Коклерову Владимиру Владимировичу из Убас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok